Наша следующая фестивальная лекция посвящена феномену голоса и расскажет об этом феномене замечательный музыковед и певица Алена Веренгалицкая. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 претерпел, наверное, самые-самые большие изменения, которые произошли с ним на протяжении очень сжатого периода времени. Все предыдущие эпохи, голос, голос в музыке, его развития происходили очень постепенно. Например, мы знаем про сменяемость эпох, знаем про эпоху оперных певцов, про народную музыку, про некие формы ритуального, заклинательного, в которых тоже участвовали голосовые практики. И на протяжении предыдущего времени голос был очень стабильным, человеческий голос, и связано это во многом, наверное, с тем, что время само менялось по-другому. В 20 веке произошли большие изменения, и вы сами прекрасно об этом знаете. Мы вошли в этот век, в 20-й, с началом эпохи звукозаписи. И несмотря на то, что первые проигрыватели, ну их предки, да, я в технических моментах не особо разбираюсь, какие-то первые инструменты для воспроизведения и записи звука, они появились еще в 19 веке, но 20-й век мы можем смело назвать эпохой звукозаписи. И, к счастью, 20-й век – это для нас век, когда сохранились голоса людей. Если вы не знали, существует запись голоса Николая II. И на наш современный слух, на наше восприятие русского языка, это воспринимается как нечто очень архаичное, он как будто бы на другом языке говорит, совершенно с другим произношением, и не все слова даже можно понять. Да, конечно, запись была плохая, но именно это ее свойство, что она сумела для нас сохранить голоса людей начала 20-го века, помогает нам воспринимать, анализировать музыку и голос, эволюция, которая происходила на протяжении всего 20-го века. И это для нас невероятно ценно. А что произошло в начале 20-го века? В начале 20-го века менеджер Victor Talking Machine, я надеюсь, я правильно произнесла, могу неправильно произнести, это фирма, которая одна из первых фирм звукозаписи. Этот менеджер сходил на концерт 27-летнего Энрико Карузо, услышал его голос и решил его записать. И этот певец стал первой звездой эры звукозаписи. Звукозапись началась с оперных певцов. Начало 20-го века это время, когда оперные певцы все еще были главными поп-звездами. Сейчас нам это очень сложно представить, потому что для нас это искусство, для многих, для большинства людей, это очень архаичное искусство. И несмотря на то, что это буквально прошло 100 лет с этого момента, все равно это звучит очень архаично. И вот записали сначала одного певца, потом еще и еще, и постепенно как-то для оперных певцов стало неприлично не иметь записи. И они начали записывать арии из опер. Они начали записывать популярные народные песни. И я хочу вам поставить запись сейчас. Включите, пожалуйста, второй трек. Это Вертинский. Одна из главных звезд. Первое, начало 20-го века. Ездили на тройках с бубинцами, А вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас, так коллеги за вами, Душу мне разберет от тоски. Дорогой длинною, И ночью лунною, И с песней той, Что вдаль летит с меня, И с той старинною, С той семиструнною, Что поначал Так мучила меня. Спасибо большое. Это настоящая звезда, Это настоящая поп-звезда Начало 20-го века. Запись была сделана в 1926 году. Могу напутать, конечно, Но, по-моему, в эмиграции. И это нам дает представление о том, Что из себя представляла популярная музыка. Конечно, в других странах, В Италии, в США, Были свои звезды, Но всех их объединяло одно. Более-менее тенденция К оперному вокалу, Подражание, Подражание оперным звездам, Вот эта стать, Не очень выраженная эмоциональность, Я бы сказала. Я вам могу сказать, Что сейчас на российской эстраде Остался один певец, Несмотря на то, Что он младше этой эпохи, Он является ее носителем И продолжателем. Пожалуй, последний певец в России. Это Лев Лещенко. Это человек, который Сейчас выглядит очень, Звучит очень архаично. Да и, наверное, Для какого-то более раннего времени Он тоже звучал очень архаично. Но именно эта архаичность Позволила ему завоевать Определенную аудиторию, Которая ценит его Именно за это обращение, Эту манеру пения, Обращенную Ну, к такому условному прошлому, Далекому прошлому, Конечно, для ныне живущих людей. Вот, и если вы вдруг Получите возможность Сходить на концерт Льва Лещенко, Я вам советую сходить, Просто потому, что это музей. И он уйдет, И для нас не останется ни одного человека, Который бы представлял эту эпоху. Потому что, ну, Не будут молодые люди С пониманием, С чувством нести те идеи, Тот посыл, ту манеру пения, Которую несет в себе Лев Лещенко. Очень советую. И этот оперный вокал, Он, наверное, Был главенствующим на протяжении Всей первой половины 20 века. Эпоха между двумя мировыми войнами, Она, в принципе, не отличалась Какой-то изобретательностью В плане новых техник пения И так далее. У нас был Арнольд Шонберг, Который в 1912 году Выпустил «Лунный пьеро» С особой скользящей манерой пения, да. «Ден вайн, den man mit augen trinkt, Gest nachts der mond in wolgen nieder» Но это не стало каким-то популярным. Его ученики, его последователи Они использовали новые техники Композиции, но в плане вокала Они все-таки предпочитали Обращаться к знакомому им стилю, К оперному искусству. Ну, во многом это связано из-за того, Что певцы не сильно любят переучиваться. Певцы, когда привыкли, Поставили себе голос и привыкли петь В одной какой-то определенной манере. Они не спешат из нее уходить, Они не видят в этом смысла, Особенно, когда карьера уже есть. И, в общем, первая половина 20-го века Это очень шоковое время, Очень напряженное время, Но оно не сказалось на качестве вокала. Но что еще происходит в первую половину 20-го века? В первую половину развивается джаз. Абсолютный андеграунд. Музыка людей, Которых другая половина Американского общества за людей-то не считала. Ну, они им отвечали взаимностью. Тем не менее, Были представители бедных районов, Бедные белые люди, Которые жили в черных районах. И одним из таких людей был Элвис Пресли. Он безумно любил музыку, Он любил воспринимать эту культуру, В которой он рос. И когда ему удалось записать его первый хит, Его вызвали на радио. И диктор начал его представлять, Сказал, что, дескать, это Элвис Пресли. После чего он его спросил. Мальчик, а ты в какой школе учишься? Это было сделано для того, Чтобы зрители поняли, Что этот мальчик белый. Потому что черные дети Не имели права учиться в старшей школе. И Элвис Пресли, пожалуй, Стал тем новым механизмом, Который соединил в себе знания этой культуры. Знания одной стороны культуры, В которой он рос, И другой стороны культуры, Которые принадлежали его предки. Давайте мы посмотрим, пожалуйста, Запись номер три. 1957 год. Элвис Пресли. ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Народной музыки Америки Которая также занимала свои позиции Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Голос, который уже рассчитан на использование микрофона Это немаловажно, потому что если оперный вокал рассчитан на возможность перекричать оркестр И заполнить своим звуком зал, то когда появились микрофоны и когда они вошли в массовое распространение, это напрямую сказалось на технике пения. Голос стал другим. Он теперь смог демонстрировать те мелочи, которые в большом оперном зале вы никогда бы не услышали. И мы должны поблагодарить техническое развитие за эту возможность, потому что именно благодаря ему мы получили такое разнообразие, как и в отношении музыкальных стилей, так и в отношении вокала в поп-музыке. Потому что все остальные стили гораздо более инертны. А поп-музыка из-за постоянного соперничества и гонкой за актуальными трендами, за актуальными стилями, она очень быстро меняется. Буквально каждые несколько лет вы можете замечать, что популярен какой-то иной стиль вокала. Есть время, когда популярна Тейлор Свифт, через несколько лет приходит Билли Айлиш. Это очень серьезная смена и быстрая смена модных тенденций. Следующее, что я хочу вам показать, это Ария Кейджа, которая была написана через год после записи, которую мы посмотрели у Элвиса Пресли. Это 1958 год. Джон Кейдж – американский авангардист и, наверное, самое значительное, самое известное лицо американской музыки. Это большой изобретатель, большой новатор, знаток. И во многом композиторы современные опираются на те находки и те изобретения, которые в свое время сделал Джон Кейдж. Давайте мы послушаем Арию для любого голоса. Она так и называется. Ее особенность состоит в том, что перед нами партитура не такая, какой мы привыкли ее видеть, с нотным станом, с нотами. Перед нами графическая партитура. Есть линии, есть разные цвета, в которые окрашены эти линии. Есть разные языки, подписанные под этими линиями. И задача исполнителя – придумать свое для каждого цвета, свою манеру пения для каждого цвета. И выбирается это абсолютно свободно. Включите, пожалуйста, четвертое видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще большое. Это вещи одной эпохи. Буквально год их разделяет, но они оба представляют собой одну и ту же эпоху. И буквально через несколько лет, в 60-х, появляется Битлз. И это уже вообще другое. Это, с одной стороны, последователи Элвиса Пресля. С другой стороны, борцы против социальной несправедливости, с социальной тематикой. С третьей стороны, борцы против мейнстрима. А давайте мы посмотрим, каким был мейнстрим, допустим, в 1965 году, когда появилась песня Yesterday. Включите, пожалуйста, пятый номер. Я думаю, вы все знаете эту музыку, но посмотрите на подачу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Типичные представители мейнстрима, на фоне которых в том числе пробивались Битлз. И в том же самом году было еще одно произведение, тоже авангардное, как и Кейдж. Третья секвенция Берё для голоса. И там используется голос во всех ипостасях, используются отдельные фонемы, используются звуки, используется экспрессивная подача. Произведение было написано для бывшей жены Берё, Кэти Барбериан, американской певицы авангардной, которую описывали как невероятно экспрессивную женщину. И эта экспрессия есть в музыке. Я хотела бы показать вам не вариант Кэти Барбериан, а вариант Сары Марии Сун, немецкой певицы, которая одна, на мой взгляд, из лучших контемпорари-певиц нашего времени. И у нее получилось, на мой же взгляд, сделать это с той самой позиции экспрессии. Внимание, это тот же самый год, когда была записана песня «Mamas and Papas», как песня «Год, когда вышел Yesterday», и в этот же год появилась третья секвенция Берё. Пожалуйста, седьмой номер. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое. Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, вы получили представление некоторое. Это все композиции, относящиеся к одному году. Еще раз напоминаю. Дальше происходили следующие вещи. Пришло следующее поколение. Пришло поколение панка. Людей, которые протестовали против Битлз и против их последователей, против всей этой эстетики красивых, ухоженных мальчиков, которые выходили со своими гитарами и пели красивые песни для визжащих девочек. Панк — это тоже идея протеста. Так же, как в свое время идеей протеста были Битлз. И я бы хотела поставить «Секс Пистолс» — песня 1976 года. Это их первый символ, анархия в Соединенном Королевстве. Это совершенно другая эстетика. Это эстетика, отрицающая Битлз, отрицающая эту манеру пения. Это очень грязный вокал. Это вокал, который отрицает вокал, если можно так сказать. Они панки возвели в эстетику неумения играть на музыкальных инструментах. Это грязный саунд, грязное звучание по всей своей глубине, если можно так сказать. И эта эстетика очень недолго просуществовала. Но мы сейчас буквально полминутки послушаем. Номер 10, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В принципе, они запустили волну, после которой стали создаваться массово панк-группы, где никто не умел играть и петь. И они недолго существовали, особенно в Америке. Было очень забавно за этим наблюдать. Причем ни у кого из них особо, кроме отдельных имен, которые все-таки умели играть и петь, не получилось стать величиной, ну, как Sex Pistols, которые тоже недолго существовали. Но, тем не менее, это как раз пример отрицания-отрицания, многократного отрицания, прекрасного пения, которое было в начале 20 века и которое уже все поотрицали. Там сначала Elvis, потом Beatles, потом вот еще одно отрицание. И следующий номер, у нас есть еще совсем немного времени, это уже совсем следующая эпоха, это 70-е. 70-е это совсем другой саунд, появились электронные музыкальные инструменты, вернее, они не появились, и наладилось массовое производство электронных музыкальных инструментов. И теперь люди, звезды музыкальные стали создавать свои композиции, обязательно включая электронику в них, обязательно включая синтезаторы, обязательно включая сэмплеры, драм-машины и все то, что им позволяло обновлять звук. И существует абсолютно культовая композиция в мире электронной музыки, она культовая для людей, представляющих детройтское техно, для людей, представляющих берлинское техно 80-х, 90-х. Это композиция американской певицы, звезды 70-х Донни Саммер. Я думаю, что мало кто из вас знает ее песни, но в свое время она была абсолютно культовой личностью. Тем не менее, на одном из альбомов было решено отойти от привычного стиля, в котором она пела, и представить композицию, которая целиком состоит из инструментала, сделанного на электронных музыкальных инструментах. До этого электроника включалась в акустический саунд. Теперь же акустического саунда не было, это была полностью электронная композиция. Включите, пожалуйста, 11 номер. Слушайте аранжировку. Включите, пожалуйста, Включите, пожалуйста, Включите, пожалуйста, Спасибо. Включите, пожалуйста, Я бы хотела поставить последнюю композицию. Это тоже абсолютно легендарная группа. Кстати, я вам очень советую запомнить эту песню, которую я вам поставила. Песня «I feel love». Я думаю, вы ее уже слышали. Это довольно популярная композиция, но она абсолютно легендарная. Эта композиция первая, целиком записанная на электронных музыкальных инструментах. Ее упоминали все электронщики, которые дальше работали в этом стиле, которые начали его развивать. Поэтому следующее, наверное, в завершении мы послушаем группу «Craftwerk» и их «Heat Das Model». Это уже направление, выросшее из этой идеи, электронной музыки. И они возвели вот этот вот звук электронного синтетического звучания в абсолют и выстроили на этом свой стиль. Пожалуйста, номер 12. 21 веке АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Это уже, как вы понимаете, история не про прекрасное пение. Это уже история, как голос. Голос в своем чистом виде становится частью электронной музыкальной композиции. На него можно повесить эффекты, его можно сэмплировать, можно вычленить из него какой-нибудь кусочек и вставить в общий микс, а можно объединить его с тембром какого-нибудь другого инструмента. И это эстетика, из которого вышла впоследствии немецкая техно, и во многом немецкая академическая музыка современная. Если вы не знали, то именно немцы вот сейчас, пожалуй, впереди планеты всей по части соединения в композиторской музыке, акустики, электроники, возможности с видео, с другой техникой. И они довольно часто используют наработки, которые были разработаны именно во время вот этого бума немецкого техно конца 80-х, 90-х годов. Я не стала включать сюда примеры техно-диджейских сетов, потому что это все-таки не про голос, это про технику работы со звуком, про то, как виртуоз-диджей, имея в своем арсенале диджейский стол с особым арсеналом, может воспроизводить из кусочков звука целой композиции. Ну и это очень активно используется в современной поп-музыке. Современная поп-музыка, она вся выходит из наработок электроники. И прекрасное пение здесь не имеет абсолютно никакого смысла. Оперный вокал — это вокал, который сложно обработать на компьютере. Его сложно записать, его сложно сэмплировать, у него слишком много обертонов, они мешают, они входят в диссонанс с другими звуками. Поэтому современная поп-музыка, она стремится к чистому голосу, к чистому голосу максимально прозрачному, ровному, безвибратному, если мы говорим именно про поп-музыку. Я думаю, вы все можете вспомнить такие примеры. И это сделано именно для того, чтобы голос не конфликтовал с электроникой, чтобы голос был частью электроники, чтобы голос был частью композиции. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.